В Хабаровске завершился региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по французскому языку. Он проходит в два дня, сегодня был второй, школьники сдавали говорение. Какие возможности открывает эта Олимпиада, расскажем далее. Ангелина Таргашина в пятой гимназии изучает французский как второй иностранный. Решила участвовать в Олимпиаде из-за мечты побывать в Париже. А также признается, что конкуренция среди знатоков французского языка меньше, чем, например, в состязании по английскому языку. Так как французский в группе романских языков, легче будет идти изучение того же итальянского, далее испанского. К тому же даются большие льготы для поступления в вузы. Победитель или призер регионального этапа школьной Олимпиады при поступлении, например, в МГИМО, получает четыре дополнительных балла. Также участие в интеллектуальном соревновании открывает возможность поступить и в зарубежные вузы, притом не только на родине трюфеля. Ведь на французском обучают в университетах Бельгии, Швейцарии, Канады и не только. Четыре года назад у нас был манчик, который занял четвертое место в краевом этапе Олимпиады. Но он в этом же год подал свои документы. Сейчас он является студентом Гренобильского университета. Уже на третьем курсе учится. Школьники Хабаровского края стабильно показывают высокие результаты на всероссийских этапах Олимпиады по французскому языку. По французскому языку есть чем гордиться. У нас практически в течение пяти лет, за исключением одного года. Но перед этим тоже были детки, которые являются призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Школьники Хабаровского края борются за места под 22 предметом Всероссийской Олимпиады. Анастасия Незнанова, Максим Вонаков, Никита Пушкарев. Смотри Хабаровск. Во Всероссийской школьной Олимпиаде есть еще две дисциплины, но ученики Хабаровского края в них не участвуют, потому что они мало распространены в школьной программе региона.